Майор Захаревич, здравствуйте. Да, рад приветствовать. Здравствуйте. Юрист и общественный деятель. Майор Захаревич, хочется вас спросить первым делом. Пригожин говорит, что у меня на моей стороне вот столько-то военных прямо сейчас. Я иду, и на мою сторону переходят еще и еще, и мое войско будет пополняться. Как вы думаете, действительно ли он прав? И почему так? Почему никто его не останавливает? Почему практически без единого выстрела он берет город за городом? Вот. Сложно судить о численности. Он сам заявлял, что 20 тысяч он потерял под Бахмутом. Наверное, не врал. По разным оценкам, якобы, опять же, он из 450 тысяч лиц осужденных забрал к себе в ЧВК Вагнера по контракту около 50 тысяч. Ну, плюс-минус методом арифметики простой можно представить, что до января он их набирал этого года, потом ему, так сказать, запретили, о чем он сам не раз говорил. Я допускаю, что с добровольцами, с потерями на других частях фронта он может иметь от 20 до 25 тысяч. Тем более оценки западных экспертов, они приблизительно такие же. Участвуют ли все 25 тысяч в этом походе, условно говоря? Скорее всего, во всяком случае, участвуют все, но 25 ли это тысяч, неизвестно. Он еще называл одну цифру, очень важную, что 32 тысячи – это те контрактники, которые по отбытии 6 месяцев вернулись домой, и что они, ну, как бы такой кадровый резерв ЧВК Вагнера. Сейчас уже известно, что по этим адресам везде проводится ОРМ, так называемые мероприятия, которые проводят оперативные службы ФСБ, и ко всем этим людям, к их семьям идут сотрудники, оперативники в субъектах федерации. Наверное, значит, попытаются сделать так, чтобы на местах, а это обширная, вообще говоря, среда на местах, она не пополняла ряды двигающихся к Москве контрактников ЧВК Вагнера. Я думаю, что причина того, что он не встречает сопротивление, скорее, не столько арифметическое, сколько психологическое. Вы понимаете, идут люди с фронта, люди, прошедшие Бахмут, а миф Бахмута, миф войны в Украине, он работает, это факт. На него поработала сама пропаганда. И против них выставляют либо пузатых милиционеров, которые, понятно, чем занимаются, это коррупции, гоняли, значит, несчастных очкариков, значит, студентов каких-нибудь из оппозиции и зарабатывали деньги. Либо это солдаты-срочники, но это совсем просто мимо, да. Поэтому пока противопоставить нечего. И плюс, мне кажется, Москва, Кремль решили сосредоточиться на обороне Московской области. По-моему, в самой диспособной части, ну, Московского округа, части ФСБ, Росгвардии, сосредоточены именно в Московской области. А на пути следования в основном полиция, вы видите, пытается какие-то заслоны из машин, там, еще чего-нибудь делать. Но вот такого боестолкновения некому осуществить, вы понимаете. До Москвы встать против частей ЧВК Вагнера, в каком бы количестве они ни были, да, просто некому. Милиция не в состоянии, полиция не в состоянии заслониться, понимаете, то есть держать оборону. Это невозможно. Даже если им дать вот танк, бронетехнику, вертолет, они не смогут этого делать. В Росгвардии, кстати, в штате, то есть на балансе как бы стоят и вертолеты, у них и бронетехника есть, и даже танки. Ну, как вы представьте себе части бывшего внутренних войск, которые противостоят армейским частям, да еще и с боев вышедшим. Совершенно очевидно, что они неэффективны. Там соотношение 1 к 10 является нормальным для человека, который участвовал в боях. Поэтому, я думаю, психологический фактор действует, и они будут дальше беспрепятственны идти. А вот уж Москва, Московская область, вот если там позиции возьмут вот те, кто, я сказал, выше, и не захотят, собственно говоря, умирать, защищать, собственно, Кремль, то и они раступятся, понимаете, просто разойдутся после первого же столкновения и так далее. Первые погибшие, первая кровь, для тех-то это привычно, убивать и умирать. А для, представляете, человека, который кровь-то видел только в кино, вдруг он видит, что рядом с ним люди разлетаются, отлетают черепные коробки, так сказать, дырки в теле, они такие огромные, особенно выходные рассвестия, вот такие бывают, да, даже от 7.62. Поэтому, соответственно, они просто психологически, наверное, не готовы участвовать в этом вообще. Я думаю, причина в этом. А как вы думаете, вот Вагнер какое-то время назад казалось, что такая эффективная штука, она там захватывает половину Африки, она успешно воедет в Украине, потом пранк, что называется, вышел из-под контроля. И когда были осенние какие-то острые заявления пригожные, мы думали, наверное, это игра, а зимой тоже были сомнения. В общем, когда, на ваш взгляд, он реально вышел из-под контроля, когда он стал неуправляемым, и когда была сделана ключевая ошибка, что мы пришли к тому, что мы имеем сейчас? Ну, как только его начали щемить, я думаю, он начал эти планы строить, потому что конфликт с Минобороны и Генштабом начался фактически, я вот так датирую, самое начало осени. Вот началась сентябрьская операция Харьковская, которую ВСУ успешно провели молниеносно, освободили почти 11 тысяч квадратных километров. С этого момента он начал критиковать, публично открыто, тогда еще вместе с Кадыром. Помните, Лапин, иди с автоматом в окоп, отвоевывай обратно города. Вот с этого момента он начал критиковать, а власть, военная власть, военное руководство уже начало осуществлять действия по его нейтрализации. И, собственно, к январю они довели до пика, они закрыли ему возможность пополнять ряды ЧВК-Вагнер, потому что добровольческие это не пополнение, оно очень мизерное. А вот зэков, контрактников, его отняли, а потом постепенно начали отнимать деньги, контракты по обеспечению. Вот он с этими снарядами измучил всех и так далее. То есть он стал терять в положении своем. И я думаю, что уже тогда начались напряги, и он медленно, но последовательно шел к тому, что подобного рода к нему отношение не могло не вылиться вот в это прямое столкновение. Просто оно могло вылиться в прямое столкновение, снятие там, не знаю, Шойгу и Герасимова, да, ну и, может, каких-то еще лиц. А, так сказать, кончилось тем, что он вынужден, будучи вычеркнутым этим контрактом 1 июля, который должны подписать, фактически ликвидировать ЧВК-Вагнер. Если его подписывают с Минобороны контрактники ЧВК-Вагнер, просто зачем тогда ЧВК-Вагнер, если они уже являются военнослужащими Министерством обороны. Он понял, что это конец. Но это конец не просто ЧВК-Вагнер, но и его конец. После всего, что он наговорил на дело, ну вы же представляете, что бы с ним сделали в конечном итоге. Придумали дело, тихо вывели в тираж, убрали из паблика, что они уже и начали делать. Ну и он сыграл как бы на опережение, он сам начал обострять. Посмотрите, все последние интервью он сам шел на обострение. Кстати сказать, в Пентагон Ликс были документы, которые свидетельствовали рапорта каких-то сотрудников ЦРУ, что якобы была встреча тридцсторонняя у Путина в марте. Или в феврале, или в марте. Я вот сейчас не помню. Пригожин, Шойго, Путин. И он их то ли пытался примирить, то ли как-то договориться тридцсторонним образом. Но так она ни к чему, получается, не привела эта договоренность. Кончилась тем, чем кончилась. Так что я думаю, это не спонтанное решение. Это давно продуманное сознательное решение. Ровно поэтому я не верю в то, что действительно там был какой-то чудовищный обстрел базы ЧВК-Вагнера вчера. Мне кажется, это такая была дежурная операция, которая уже, по-моему, не раз повторялась. Ну, правда, на линии фронта. Обстреляли ли его действительно части Министерства обороны РФ, или еще какая-то была провокация. Он сам обстрелял. Но это всего лишь предлог, и не более того. Он давно уже придумал эту операцию. К слову, да. И мы с вами вспоминаем, как начиналась война с Украиной. Что там был какой-то фейк. Что где-то взорвали какой-то склад, или какой-то там погреб. И вот с этого началось, да. И вот точно так же используются та же самая конструкция. Так же начинают они конфликт. А вот смотрите, мы с вами 10 минут разговариваем. Мы ни разу не упомянули такую забытую, подзабытую уже фамилию, как Шойгу. И ведь это, на секундочку, министр обороны, которого не слышно сегодня чуть более, чем совсем. Это человек безумный или он глупый? И как вообще могло быть такое, что это министр обороны в Российской Федерации, вот он упустил такое? Как вы на это смотрите? Вы знаете, Шойгу, вся его слава, надутая им же самим, закончилась 24 февраля 2022 года. Вы не представляете, он же ведь не военный, да. Он вообще партийный работник. Чтобы все понимали, семьи партийных работников. Туа в период войны как бы стала территорией СССР. Вот. Он действительно из именитой семьи. Там даже шаманы в его семье были. Ну, тувинцы, что говорить. И он всю свою жизнь был как бы паинькой сыночком. Таким золотой молодежи советских лет. Стал строителем, двигался. Отец его дружил с Ельциным. Тот в Красноярске, кстати, работал. Перевел его к Ельцину. В молодом возрасте он стал тогда комитет еще. Был МЧС. И все эти годы, надо отдать ему должное, он создавал образ эффективного управленца. Будучи обычным коррупционером, совершенно заурядным чиновником. Никаких там звезд неба не хватающим. Ну, вот кто может сказать, он в чем гениально. Он экономист какой-то одаренный. Он, значит, там, не знаю, управленец, юрист какой-то. Нет. У него профессионального качества нет. Он строитель, понимаете. А занимался МЧС. Ну, нет, ну это в принципе можно конвертировать одно в другое. Ну, ровно так же он и стал, так сказать, министром обороны. Понимаете? Он с тем же успехом мог сельскохозяйством руководить. И он последовательно создавал из себя образ эффективного управленца. Вкладывал деньги. Он даже дочь на это посадил. Она еще психолог. Ну, тоже на воровстве сидит, на разворовке, но тем не менее. То есть все, чем он занимался, это пиаром. Понимаете? И, собственно, об этом Пригожина говорит. Званые обеды, распил денег и так далее. Я не вижу здесь никаких управленческих талантов. И вдруг война, которую они рассчитывали выиграть за три дня, а она продлилась вот уже 16 месяцев на сегодня. Сегодня как раз 24 июня. И выяснилось, что он вообще никакой. Он никакой министр обороны. Он никакой управленец. Он не военный. Он вообще никто. Понимаете? Пенсионер. Вор и пенсионер. Но, тем не менее, он сумел все эти годы сохраниться. И я думаю, что Путин не стал его снимать, а угроза такая была между весной и летом, ровно потому, что его устраивает зависимый и вот такой ущербный человек на этом посту. Его бы точно сняли после войны или в самом ее конце. Он бы улетел с этой должности. Но сейчас снимать – это послать неправильный сигнал. Потому что в аппарате власти все такие. Он не исключение. В этом их особенность. Потому что это обратная селекция, которую приводят к власти идиотов, идиотов, воров и, так сказать, хитрожопых жуликов, которые все, чем озабочено, – это собственным карманом. Думали про канает. Понимаете? Ведь канала же в 2014 году, канала в Грузии. Но не про канала. Вот не про канала, и вот результат расфлебывается. Поэтому его сознательно, так сказать, подставляют. И Путин в том числе. Безусловно. Под эти цифры потерь, неуспеха контрнаступления и всего такого, что было в предшествующие месяцы. Потому что его не жалко, его расходуют. Понимаете? А поставь сейчас какого-то дельного, он тоже обосрется. Тогда его надо расходовать. Поэтому его не видно, потому что его выдвигают, когда он нужен, а не когда он хочет. Скажите, Март Захарыч, как сейчас смотрят на эту ситуацию в Украине? Как там воспринимают? Я видел сегодня заголовки мировых СМИ. Там понятно, что они пишут, что в России непонятно что, в России бунт. Как смотрят украинцы? И видят ли они в этом всем шанс для своей страны ускорить свою победу в этой войне? Да, безусловно. Я думаю, сейчас готовится план контрнаступления именно в Крым. Я думаю, сейчас готовится удар не туда. Безусловно. Но не воспользоваться этим, это было бы верхом неосмотрительности. Потому что, конечно, создание таких условий, когда в Москве сейчас не до обороны, не до контрнаступления, а нужно спасать собственную власть, происходит дезорганизация управления, децентрализация, происходит деморализация личного состава. Потому что, ну а как, сидит человек в окопе, ему говорят, вот ты знаешь, Пригожин уже под Москвой. И что, а кого мы здесь сидим защищаем? За что я должен завтра или сегодня умереть? Под артиллерийским обстрелом, под контратакой и так далее. Зачем это мне все? То есть, безусловно, все люди, понимаете? И это приводит к ощущению, что вообще все зря, понимаете? И я думаю, что, безусловно, Украина воспользуется этой ситуацией. Тем более, что и витает общее мнение, что контрнаступление двигается медленно. Успеха такого, как это было в Харьковской операции в сентябре 2022 года, нет. Но я думаю, что в ближайшую прямо неделю мы увидим какой-то удар. Лично про вас хочу спросить. Вы радуетесь тому, что сейчас происходит? Но все-таки, как бы там ни было, я понимаю, Путину страшно, Путин в ужасе и в панике. Но, тем не менее, это Пригожин. Это же тоже конченый негодяй. Это выродок, извините за выражение. Радуете ли вы тому, что он продвигается? Я объясню. Моя позиция следующая. И тот, и другой для меня враги. И тот, и другой – это люди, при которых я ни жить, ни работать, ни возвращаться в Россию не могу. Но, тем не менее, я считаю, что это та ситуация, когда чем хуже, тем лучше. Потому что хуже уже некуда, понимаете? От того, что к власти попытаются прийти Пригожин, удастся ему или нет, скорее всего, нет. Но начнется какой-то процесс, динамика, которая необратимая, понимаете? Она и без того началась после, в общем, неуспеха военной кампании в Украине. А сейчас она ускорится. Моментально ускорится, потому что, ну как, эту проблему надо решать, а как, какими средствами и что делать, непонятно даже власти. Поэтому я считаю, для русского гражданского общества сейчас открывается шанс. Воспользованным это общество или нет, это уже открытый вопрос. Я много раз уже говорил, я пересмотрел свое отношение в том его смысле, что мы слишком долго хотели что-то решить за народ в его пользу, понимаете? А народ этого не хотел. И вот сегодня открывается шанс для самого народа сказать свое слово. Когда мы говорим о коллективной ответственности, мы не говорим о вине, которую надо наказывать за войну в Украине. Нет. Мы имеем в виду, что люди должны взять свою судьбу в свои руки, понимаете? И уже что-то, наконец, сами сделать. Если они этого не сделают, то тогда сменится одна власть, Путина и его хунты, на ЧВК Вагнер, зэков. Пусть никто иллюзий не питает. Состав там такой, что мало не покажется, понимаете? Если кто-то из обывателей думает, что это такие ультрапатриоты, с которыми вся жизнь одномоментно изменится, это иллюзия, понимаете? Иллюзия. И поэтому для нас, для людей, представители русской оппозиции, для эмиграции и так далее, важно, чтобы все закрутилось, как писал когда-то 10 игл в спину революции Аверченко. Аверченко писал. Да. Да, поэтому как только закрутится, мы посмотрим, что в этой ситуации можно сделать. Напоследок, в качестве эпилога, что вы посоветовали сейчас людям делать? То есть, понятно, что он наставил шанс, но вот если человек сидит в Ростове, или в Воронеже, или в Липецке, что ему делать? Выходить на улицу? Я бы сказал так, подождать чуть-чуть. Это не годы ждать, не месяцы, не недели. Подождать чуть-чуть, потому что сам процесс имеет внутреннюю динамику. Все силы, которые Вагнер завел в Россию из Украины, оккупированной, ему понадобятся в Москве. Скоро города опустеют, и в них можно будет брать власть. Вот будет тот момент, когда вам скажут, что ребята, не сидите, идите и забирайте эту власть. Скидывайте, занимайтесь дефинистрацией чиновников из окон и забирайте все, что можете. Действуйте, потому что если их даже 25 тысяч, то для взятия Москвы понадобятся все, все до единого, понимаете? Им придется оставить в городах только ритуально, там, не знаю, из десяток людей гарнизоны, может, сотню максимум, но и то. И вот для народа, для обывателя открывается гигантский шанс. Воспользоваться или нет, это уже второй вопрос. Ну, подождать осталось, ну, может, неделю потерпеть, потому что попасть под пулю сейчас просто нет смысла. Просто подождите, совсем немного. Спасибо. Марк Фегин был у нас в эфире. Привет, друзья. Спасибо, что вы смотрите канал «Популярная политика». Нам нужна ваша поддержка, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Станитесь спонсором канала здесь, на Ютубе, либо на Патреоне. Спасибо вам и до новых встреч. Продолжение следует...